Здравствуйте! Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит телеканал ТВЛ. Вашему вниманию итоговая информационная программа о главных новостях за неделю в материалах наших корреспондентов. 11 февраля мы чтим память основателя поселка электропередача Роберта Эдуардовича Классон. Родился Роберт Классон 12 февраля 1868 года. 11 февраля 1926 года его не стало. Так получилось, что две даты, радостные и трагичные, сплелись практически вместе. Памятный митинг, посвященный 154-й годовщине со дня рождения основателя города, прошел на привокзальной площади. Благодаря установке памятника в городе родилась новая традиция собираться в этот день в память о человеке, которому Электрогорск обязан своим рождением. Памятное мероприятие прошло в узком кругу. Конечно, мы не могли бы это событие даже в пандемии, чтобы оно прошло стороной, потому что мы понимаем, что мы живем в этом городе основанном, мы растим здесь своих детей, мы их воспитываем. И нам наш город нравится. И мы стараемся все сделать его уютным, комфортным для проживания наших жителей. И вот только что разговаривали, да, очень приятно, что жители у нас действительно отзывчивы и нам приятно, что если житель сам заинтересован в тем, чтобы сделать свой город или свой двор крашу лучше, он, конечно, обращается в первую очередь к нам. И, конечно, получает обратный оклик. И только совместными усилиями, я еще говорю, мы можем сделать наш город комфортным, уютным и любимым. И любимым не только жителями, которые живут в этом городе, но и гостями, которые к нам приезжают. И, не побоюсь этого слова, иногда даже восхищаются теми определенными моментами, которые есть у нас в городе, но у которых нет других город, таких же маленьких городах. Мы не знаем, как повернула бы свой ход история, если бы однажды Роберт Эдуардович не приехал на торфяные подмосковные болота и не рассмотрел их главную жемчужину – торф. Он нашел ему достойное применение, построив электростанцию, которая в годы войны снабжала энергией предприятий и поселки в радиусе около ста километров. Стоя, так скажем, у памятника Роберту Эдуардовичу Классону в день его смерти, у меня посещают мысли определенные. Недавно мы похоронили Сарешкину Владимиру Николаевичу, до этого Монтрова, несколько лет назад Николая Николаевича. С такими людьми, наверное, уходит какая-то целая эпоха, эпоха нашего города. Я хочу, наверное, пожелать всем нам здоровья. Здоровья Сафудинга Шимычу Марданлы, он сейчас болеет с ковидом, очень тяжело, кстати. Здоровья, наверное, одному единственному оставшемуся нашему ветерану и всем нам крепкого-крепкого здоровья. Берегите себя. По окончании митинга к памятному месту возложили цветы и венки. Депутат Государственной Думы Геннадий Панин с рабочим визитом посетил городскую больницу. Совместно с главой города Сергеем Дорофеевым посетили детское и взрослое поликлинические отделения, диагностический корпус, пообщались с медицинским персоналом. Совместно с главой города Геннадий Панин посетил детское поликлиническое отделение, пообщались с родителями, которые пришли в поликлинику со своими детьми. Все они положительно оценивают работу и медперсонала, и работников регистратуры. Вы, получается, рожали уже в пандемию, да? Да. Было все хорошо? Да. Сами не болели? Да. И снова берегите себя. Спасибо большое. Геннадий Олегович поблагодарил медицинский персонал поликлиники за качественное обслуживание и лечение детей. Далее проследовали в диагностический корпус, где депутат ознакомился с новым оборудованием и работой медперсонала. Современное цифровое оборудование, хорошая разрешающая способность, возможность подключиться к системе ЕРИС. Это, в общем-то, вот все, ну, тоже, как бы, сами знаете, что на месте не стоит медицина. Второе медицинское мнение, да. То есть рентгенологи смотрят снимки и имеют такую возможность. Моников у нас до базы и Варехова-Зуева, наши ближайшие. То есть могут своим коллегам отправлять сомнительные там снимки для получения второго мнения для пациента. Вот такую кабину мы получили, цифровую тоже, которая, в общем-то, равняется рентгенологическому аппарату. Они тоже равносмачные, равноценные, малая лучевая нагрузка. Даже рентген-аппарат может находиться в одном кабинете. Если раньше за большими стеклами, то теперь рабочее место лабората, вот оно прям вот непосредственно с пациентом. В рамках посещения городской больницы Геннадий Панин и Сергей Дорофеев пообщались с сотрудниками медицинского учреждения. Оценили состояние взрослого поликлинического отделения, которому необходим капитальный ремонт. Проверили работу кабинета вакцинации, узнали о наличии вакцин и в целом обсудили актуальные вопросы, касающиеся работы учреждения, а также волнующие проблемы. Вакцинация, вакцинации, вакцинации, вакцинации все хорошо, нет никаких замечаний, осложнение. Хорошо, а на первый раз именно спутник крови? Помните, было одно время дефицит? Спутник ВИБ больше всего применяется для пациентов. Во-первых, предварительный кабинет, кабинет предварительного осмотра. Даже если пациент хочет иммунную вакцину, это в зависимости от состояния вакцины. Возраст? Возраст, да. Но в основном, даже вот ту информацию, которую мы видим ежедневно, по количеству вакцинированных, больше число пациентов именно в структуре. Каждый год правительство вводит новые субсидии для семей с детьми. Те, чьи доходы высоки и кто полностью обеспечивает ребенка всем необходимым, не получают помощь от государства. Однако та категория граждан, что относится к ольготникам, может ожидать некоторые средства на улучшение условий жизни, предусмотренные властями. С 1 января 2022 года установлены новые размеры пособий для детей. Так, на ребенка из малообеспеченной семьи до полутора лет выплата составит 2342 рубля. От полутора до трех лет – 6000 рублей. От трех до семи лет – 1171 рубль. От семи лет и старше – 588 рублей. На ребенка одинокого родителя до полутора лет – 4683 рубля. От полутора до трех лет – 8500 рублей. От трех до семи лет – 2342 рубля. От семи лет и старше – 1170 рублей. На ребенка, родитель которого уклоняется от уплата алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно. А также на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву. До полутора лет – 3220 рублей. От полутора до трех лет – 6800 рублей. От трех до семи лет – 1756 рублей. От семи лет и старше – 878 рублей. Все детские игровые площадки, расположенные на территории нашего города, относятся к муниципальной собственности. Их уборка – это ответственность коммунальных служб. Содержанием игровых комплексов занимается УК «Электрогорск». Каждый элемент под строгим наблюдением. Ежедневно сотрудники компании проводят мониторинг и уборку, расчищают площадки от мусора и грязи, снега и наледи, а также контролируют безопасность и следят за общим состоянием площадок. Главное правило – дети должны чувствовать себя зимой так же комфортно, как и летом. После того, как в городе проходят обильные осадки, в первую очередь дорожная и коммунальная служба расчищает подходы к социальным объектам, дороге и тротуары, места общественного пользования. Но без внимания не должны оставаться и детские игровые площадки. Алексей, не так ли? Да, совершенно верно. Хотелось бы напомнить нашим жителям, что первоочередная задача – это социальные объекты, проезды, тротуары. Это в первую очередь. И все остальное переходит у нас на второй план. В том числе и детские площадки. Детские площадки являются одной из самых неважных задач. Но в любом случае им уделяется огромное внимание. Напомню, что в данный момент в городе находится 79 детских площадок. И сделать все одновременно, конечно, не представляется возможным. Особенно с учетом того, что даже сейчас идет снег, и мы присутствуем на площадке, которую почистили два часа назад. Мы видим результат, что элементы некоторые занесены снегом. Сотрудники компании в ежедневном режиме проводят мониторинг детских площадок и их уборку. Площадки с искусственным покрытием очищают полностью с помощью специальных пластиковых скребков. Также в работе используют пластиковые или деревянные лопаты. На площадках с грунтовым покрытием очищается пространство вокруг элементов и проходы к ним. Ну, как раз попали на одно из мест по расчистке площадки. Это советская 32А. Ну, вот так и работаем целый день. Напомню, 79 площадок сделать все одновременно не представляется возможным. Поэтому прошу жителей проявить понимание в этом вопросе. Все сделаем. Все будет хорошо. Помимо этого, в зону ответственности входит контроль за работой подрядных организаций, расчистка входных групп многоквартирных домов, проездов, тротуаров и обработка песко-соляной смесью. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации личный прием глава провел в режиме онлайн. Как все прошло, смотрите в нашем сюжете. Пять заявителей обратились для решения своих проблем. Вопросы прозвучали разные. В большинстве своем они коснулись сферы жилищно-коммунального хозяйства и земельно-имущественных отношений. И первый вопрос прозвучал об установке железной двери и о причине снятия с городской очереди. Еще вот у меня вопрос. По какой причине меня снимают с городской очереди? Я вам могу посоветовать на следующей неделе Елена Александровна выйдет с больничного аксиштения полей и может сейчас дать клубную картину вам. Подойдите на следующую неделю в отдел. Дверь пообещали установить. Сроки работ были озвучены. По вопросу о причине снятия с городской очереди жительницу направились к специалисту на другой день. Далее в основном обращения были связаны с подтоплениями из-за погодных условий. Снег начал таять вместе с крышами старого района Электрогорска. Обратились мамы с дочкой. Все течет. Дом старый, 1929 года. Постройки он у нас. Крыша полностью в аварийном состоянии. Там требуется, конечно, капитальный ремонт на все. Но сейчас хотя бы... Ой, Сергей Евгеньевич, хоть бы залатали какие дыры. Хоть бы на голову-то нам не лило. Глава города сообщил, что крыши подлатают. Их дом включит в программу капитального ремонта на 2023 год. Одна жительница обратилась целым рядом вопросов. Один из них коснулся очень серьезной протечки, которая привела к обрушению потолка. Ремонт вам обязательно сделают. Я вот сейчас вот пишу по поручению уже Гончаркова, Александр Васильевич, чтобы ремонт вам по протечке ремонт делали. До весны. Хорошо. Ну не до весны, да, сделаем обязательно. Поверю вам, поверю. Конечно. Все вопросы были внимательно выслушаны и приняты в обработку. Глава города дал свой комментарий. Провели личный прием. Ну, вопросы, как обычно, связанные с благоустройством. Благоустройство не только дворовой территории, а также и индивидуального жилищного строительства. Да, вопросы по зонам ответственности, вопросы по уборке территории, вопросы по подтоплениям, вопросы по ремонту после протечек. Ну, на все вопросы жители получили исчерпывающие ответы. В соответствующие инстанции выйдут, посмотрят масштабы, скажем так, бедствия. У кого какие протечки, у кого и в ближайшее время это устраним силами управляющих компаний. А по сходу снега будем работать уже с жилищным сектором. Для решения всех вопросов о социальной газификации в Электрогорске работает мобильный пункт. Это целый офис на колесах, внутри которого жители смогут заключить договор на прокладку труб по участку, узнать особенности подключения и получить множество других услуг. В Подмосковье продолжается реализация президентской программы социальной газификации. В ходе совещания с главами округов и правительством региона губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что важно четко придерживаться графика и информировать жителей о сроках и условиях программы. В Электрогорске до конца текущего года в рамках программы будут газифицированы более 350 домовладений. В четырех из них работы уже выполнены. Сергей Дрофеев проверил работу мобильного пункта, пообщался с жителями улицы Селезнево. Здесь на месте можно заключить комплексный договор, а также специалисты помогут разобраться, какой пакет оборудования выбрать. В следующий раз мобильный пункт будет работать 23 февраля в районе улицы Политаева. Подробную информацию о газификации можно найти на интерактивной карте на сайте Мособлгаза, Здесь указаны сроки, этапы работ, есть фотоотчеты и контакты для связи. Сейчас мы переживаем нелегкое время. Врачи физически не справляются с потоком заболевших. Волонтерское объединение Дома молодежи, продвигаемое под хэштегом «Я волонтер» и «Волонтеры культуры» оперативно помогают врачам в условиях тяжелой заболеваемости, которые наблюдаются по нерадующей статистике. Сейчас мы осуществляем аудиоприем граждан по телефону. Это когда не всегда доктор может доехать до человека вновь. И мы опрашиваем уже пациентов, которые были на приеме у доктора, как они себя чувствуют, какие у них есть противопоказания, остались ли какие-то у них симптомы и так далее. Коридоры полны людей. Все они сидят, как кажется, в нескончаемой очереди. Но за стенами больницы еще больше пациентов, которые находятся у себя дома и нуждаются в консультациях медработников и контроле своего состояния. В данной ситуации сейчас все критично, все болеют, даже и медики, и врачи. И поэтому мы приходим на помощь, мы волонтеры. Волонтеры орудуют во всю возрослом поликлиническом отделении «Электрогорска». В основном их задача принимать звонки в колл-центре. Жители, которые не могут посетить больницу, обращаются с разными просьбами. Закрыть листок нетрудоспособности, записаться к врачу или вызвать его на дом. Добровольцы принимают эту ношу на себя. Они внимательно слушают каждого, кто обратился и усердно стараются решать любые задачи. Но есть чувство наслаждения того, что людям стало хорошо. То, что к ним приедет врач, то, что он им поможет. И вообще людям надо помогать. Главное сейчас оказать помощь всем, кто действительно в ней нуждается. Все равно людям полезно, когда что-то делаешь. Не только пациентам, так же и медперсоналу, которые бедные тоже здесь сидят. Просто не всегда пациент видит, как на самом деле тяжело медику. Все думают, что вроде как ничего не изменилось. А на самом деле, да, поток-то пациентов увеличивается, увеличивается. Поток заболевших очень большой. И нужно понимать, что наши врачи не железные. Поэтому давайте будем проявлять адекватность и благодарность в отношении к медицинским работникам. Ведь все мы люди. И главное не забывать об этом. Блок рекламы продолжит наш эфир. Не переключайтесь. Телеканал ТВЛ совместно с зоомагазином Став объявляет фотоконкурс, посвященный Дню Кошек. Выставляйте свои фотографии в соцсети с хэштегом Телемяу. Отмечайте нас в сторис. И 1 марта наш жюри подведет итоги. Как все началось? В прошлом году было принято решение расширяться. Мы разместили пост для наших подписчиков, где попросили у людей совета, где скрывать филиал. На наш инстаграм пришло сообщение от местной жительницы с призывом о помощи. Мы приехали, сделали опрос среди местного населения и поняли филиалу быть именно в этом замечательном городе. Затем несколько мам попросили внедрить сюда шахмат, подготовку к школе и логопедам. Мы все это сделали и развиваем центр по просьбам мам. Все педагоги нашего центра – это одни из лучших педагогов Ногинска, Люберица, Москвы. У нас есть языковой клуб. Раз в месяц мы собираем детей на уроки только на английском языке. Но пока в Электрогорске не так много учеников. Мы планируем запустить клуб с февраля. Сейчас мы в поиске интересных мест для проведения экскурсий на английском для наших учеников. В том году мы ездили в Тулу. Также наш центр дает возможность ездить по обмену и посещать экскурсии в Англии. Также у нас есть английский летний лагерь на территории Российской Федерации. И на территории Англии осталось доштаться открытия границ. Разумеется, мы подготавливаем к ЕГЭ, ОГЭ и международным экзаменам по всем языкам. Этот языковый центр просто прекрасно планировал мне к экзаменам по английскому языку, который я сдал на максимальное количество баллов. Также я был в летнем лагере, где мы говорили только на английском языке, от которого у меня остались незабываемые впечатления и очень качественный опыт. Мы ждем именно вас. Приходите к нам учиться. Это новости на канале ТВЛ, и мы продолжаем. Глава города проверил, как коммунальные службы справляются с уборкой снега. В ходе еженедельного объезда проехали по местам общего пользования дворам, улицам, детским площадкам. В рамках программы капитального ремонта на улице Советской продолжается ремонт кровли. Крыши этих домов не ремонтировались уже более 25 лет. Здесь была шиферная черепица. С годами начались протечки, и у жителей возникли проблемы. По многочисленным просьбам покрытие меняют, устанавливают прочную стропильную систему, а после произведут монтаж профнастила. Жители вообще подходят? Да, общаемся вполне адекватно, разумно, с пониманием полностью, потому что понимаем, каких годов постройка домов. То есть максимально бережно, максимально аккуратно. Никаких затопов раз нет, не было. То есть все накрывается вовремя, все демонтируется, спускается, вывозится. Все в рамках капитального ремонта. Здесь только кровля у нас, да, и все? У нас только кровля здесь, да. Но здесь по всем садимся. Ну и это куда вывозят все? Это все вывозят, либо частники забирают, либо вывозят на переработку. Либо же, ну вот основные участники переработки. Просто мы, да, мы сталкивались на колоссонах, да, вы, пожалуйста, посмотрите, чтобы уборка, то есть полноценная. Основное внимание уделили содержанию городских территорий. Проверили, как расчищаются подходы к социальным объектам, тротуарам, пешеходные переходы. Ряд замечаний выявили на территории автовокзала. Большие кучи снега, которые уже успели превратиться в кашу, создают неудобства для перемещения жителей. Кроме того, с крыш здания свисают огромные глыбы льда и сосульки. А слой снега настолько большой, что под его тяжестью могут обвалиться козырьки. В неудовлетворительном состоянии находится и переход через железнодорожные пути. Ступеньки платформы, а урны переполнены мусором. Глава поручил привезти в надлежащий вид автомобильную парковку у городской больницы и расчистить пешеходный переход с тротуаром, ведущий к учреждению, следить за состоянием кровель. Чистят крышу, а там собираются они? Там потом. Тоже, посмотрите, этот козырек уже надвисает. Там альпинист с обратной стороны завершает диагностику и в детскую париклинику. Во время прошлого визита на городской стадион выявили замечания в раздевалке. В этот раз проверили исполнение. Сейчас все приведено в порядок. Замечания, конечно, есть. В первую очередь это связано с парковочными местами автотранспорта. К сожалению, как я уже не раз обращал внимание, не все машины вывозят. Соответственно, большая техника, круглогоритная, проблематично почистит стоянок. Вторая проблема, конечно, вывод снега. Куч много, снег вывозить надо. У нас снегосвалки уже практически все заполнены. Сейчас будем, наверное, еще, скорее всего, одну открывать. Обратили внимание на наши спортивные объекты, на социальные объекты, на снег на крышах, которые тоже в настоящий момент надо убирать. Потому что повышение температуры, это влажность, большая воздуха, это идет утяжеление массы снега, находящегося в связи с впитыванием влаги. Поэтому задачи поставлены нашим дорожным службам. Ну, как я уже говорил, они работают в двухсменном режиме. Особенно, что касается вывоза снега. Мы проехались, также посмотрели, как, несмотря даже на зимние условия, все жители наши все переживали, как это зимой можно делать кровлю. Оказывается, кровлю делать можно. Поговорили с жителями, услышали их мнение, что да, действительно, ремонт осуществляется качественно. Люди, осуществляющие капитальный ремонт, и представители, вернее, этой организации, последовательно связи с нашими жителями. Если есть какие-то вопросы, даются разъяснения, понимание. Жители довольны, что протечек нет в самых главных квартирах в это зимнее время. И работа осуществляется в соответствии с графиком. Представитель Госадмтехнадзора положительно отметил работу управляющих компаний и дорожных служб. Но следует обратить внимание на вывоз снега с внутридворовых территорий. В рамках объезда обратили внимание на состояние внутридворовых территорий. Именно тротуары вдоль домов порадовала работа дворников. Действительно, и входные группы в подъезды, и тротуары расположены около МКД, вычисленные в большинстве случаев до твердого основания, согласно нормативам. Тем не менее, необходимо обратить внимание на иные пешеходные коммуникации, которые соединяют внутридворовые пространства, общественные пространства, так называемые внутриквартальные. Также усилить работу необходимым по тротуарам, которые расположены вдоль автомобильных дорог, поймать, что называется, сейчас момент оттепели и довести их до нормативного состояния. Ну и отдельно хотел бы акцентировать внимание на необходимость вывоза снега с внутридворовых территорий в избежание последующих подтоплений. Кто-то не удивляется снежной зиме, кого-то огромные снежные насыпи все-таки пугают. Но можно сказать одно – количество осадков в этом году далеко не маленькое. Как электрогорцы переживают такую погоду, узнала наша съемочная группа. На районе нас окружает небывалое количество снега, кошмар для коммунальщиков и радость для детей. Вот такие горы поселились на улицах Электрогорска. Вы только сравните эти масштабы. Мой рост – метр семьдесят пять и размер горы. Но можно заметить, что тракторы активно работают, и детские площадки почищены. Дети неимоверно рады сугробам. Им такое количество снега только в радость. Расскажите, почему вы время проводите на детской площадке? Нравится ли вам погода и как вообще у вас настроение? Ну, мы проводим детской площадке, здесь очень много снега, и нам очень здесь нравится. Ну, просто погода такая теплая и не очень холодная. Ну и да, тут очень много снега. Снега много, понырять можно. Да и в общем весело, на улице тепло, хорошо. Слепить можно что-нибудь. А в снежки играете? Да, да, естественно. И как мы видим, коммунальным службам сложно поспевать за выпавшими осадками. Но они все равно справляются со своей важной работой. У них просто нет выбора. Жители рассказали, как им работа коммунальщиков в Электрогорске. Расскажите, как вам погода? Ну, мне нравится такая. Как вам вообще заснеженность города, и как считаете, коммунальщики справляются со своей работой? Ну, я считаю, справляются. Ну, если только на бульвар, например, гулять. Ну, а вообще, как настроение, как зиму проводите? Ну, гуляем и дома сидим. Как вам погода? Погода замечательная. Почему решили? Прогулок самое то. А почему решили выбраться из дома именно сегодня? Так я каждый день по двору захожу, независимо от погоды. Надо сказать, удобный город. Я ведь из Сибири. Там... То есть зима вас не пугает, да? Не пугает. И морозы. Это разве морозы? Вот сибирские морозы? Вот это да. А это... И пешком по городу можно спокойно добраться из одной точки к другу, да? Ну, конечно. Ну, я хожу очень маленьким маршрутом, но там, где я хожу, расчищено. Можно пройти. Ну, вот от моего дома до работы я дохожу нормально. Хорошо. А дальше я просто не хожу. А расскажите, как вам вообще заснеженность города? Считаете ли вы, что коммунальщики справляются со своей работой? Ну, по сравнению с другими городами я катаюсь так по области, по сравнению с тем же Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, у нас очень даже хорошо. Можно пешком пройти? У нас все как чистят, у нас все хорошо. Парковки, тротуары, дворы, заезды к домам чистятся по очередности. И снегоуборочная техника как можно быстрее очищает наши улицы по мере их заснеженности. Также свою оценку высказали и водители такси. Сложно ли работать с таксистом зимой? Да не особо. Вообще, как зиму пережили на машине? Очень хорошо. Людям вообще много? Спрос большой на вызовы? В феврале чуть поменьше, а так катаются. Ну, а вообще по дорожной ситуации, что скажете, как коммунальщики справляются со своей работой? Ну, во дворах не особо, а так нормально. Какой оценок вы ставите коммунальщика? Ну, я думаю, три-четыре. Три-четыре. Ну, и из пяти? Из пяти. По пятибалльной системе троечку. Коммунальщики у нас большие молодцы. Люди замечают их старания, и без них Электрогорск пропал бы под толщи снега, как Атлантида на дне моря. Пожелаем им терпения, сил и исправной техники. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это дарит заряд позитива и отличного настроения, делает крепче и выносливее. У каждого свои дела, заботы и хлопоты, но посвятить некоторое время себе и здоровому образу жизни стоит обязательно. Кто-то присоединился лишь недавно, а кто-то плавает уже много лет. Занимаюсь моржеванием год, плаваю давно, с детства. Я нигде особо не занималась плаванием, но я плаваю шести или семи лет сама. Я так в деревне выросла, некуда было. А потом все-таки оказалось, что я хорошо плаваю. У нас еще есть клуб «Мафия беганутых» Электрогорска. Сначала мы были в клубе «Стальная воля», а потом мы решили сделать свой отдельный клуб от мороженой «Амазонки». Нет, я пошла моржевать лет за Мариной. Она начала, и что она предлагает, то я, а, ладно, давай. Что за новое? Мы всегда открыты к новому. Мы правильно начали с осени. Сложно ли было погружаться первый раз? Как вы готовились к этому? Погружаться, честно, могу сказать, было совсем несложно. Лично для меня самое главное – отключить свой мозг, не бояться, не нервничать и делать это спокойно, и ставить себе какую-то цель. Главный идейный вдохновитель и мотиватор – «Амазонка» Марина Замалаева. Многие пришли в клуб благодаря именно ей. Для закаленных, сильных и смелых духом нет понятия «купальный сезон». Нырять в воду они могут круглый год, даже если за окном минус 15. Стараемся держать прорубь в порядке как минимум два раза в неделю, потому что если… Вот на прошлой неделе мы были в четверг, и сейчас среда, почти неделя прошла, и лед, наверное, уже сантиметров 25-30. Тяжеловато. Вон, я вся мыли уже. Прорубь у нас находится наша на дальних карьерах. Посмотрите, какая чистая вода. Чтобы, может быть, кто-то там думает, что она мутная или еще. Нет, она прозрачная. Там можно даже наблюдать рыбки, рыбок и траву. Пришли мы в это с целью одной. Не шокировать людей ни в коем случае. А в первую очередь, естественно, ради здоровья. Даже не ради здоровья, если быть честным. Ради познания самой себя. Получится, не получится у самой себя. Найти в себе эти эмоции. С какими эмоциями я захожу в эту прорубь. Что я в себе подавляю в этот момент. Потому что, естественно, входить в прорубь на эмоциях, когда ты… Да? И с частым дыханием. Противопоказано. Зашел с таким дыханием, сразу выходишь. Ни в коем случае. Мы уже знаем о ярких успехах в мафии и бегонотах. Но на этом девушки не останавливаются. Недавно они установили очередной рекорд. Принимают участие в зимних соревнованиях по плаванию. Начиная с 2022 года, открыли в себе желание поучаствовать в первых соревнованиях. Открытых соревнований в Москве по зимнему плаванию. И уже это вторые соревнования. Мы прошли, были последние в эти выходные. Сейчас к нам уже можно обращаться не как маржи. Маржи Электрогорска. А именно пловцы. Пловцы именно в холодной воде по зимнему плаванию. На этих соревнованиях последних в Москве на Грибном канале мы выступали с шоу «Заплывом». С нашими девочками замечательными. Естественно, у нас было прекрасное шоу. Все нас ждали. Потому что первый раз мы приезжали в Переславль-Залезск. И там уже про нас знали. То, что есть такие отмороженные амазонки, которые погружаются именно со своей фишкой. Мы погружаемся всегда с контентом. Именно, заметьте, погружаемся. Мы не прыгаем в прорубь. Мы погружаемся на спокойном состоянии. Это немаловажно. При учете того, что вы, наверное, все слышали о бедах, которые недавно были. И на этих соревнованиях последних я плыла личную дистанцию 25 метров бутерфляй. И заняла первое место. В ледяной воде вода была 1,2 градуса, а воздух минус 9. Зимние заплывы проходят всегда весело, дружно и с пользой. А согреваются стойкие моржи горячим чаем и теплым общением, которое, как и вода, несет в себе только полезные и оздоравливающие свойства. И о погоде в завершении выпуска. В предстоящие выходные в Московской области ожидается усиление ветра и снегопады. Это может привести к метелям. Кроме этого, синоптики прогнозируют, что за эти дни может выпасть до 20 сантиметров снега. Ближайшей ночью пройдет небольшой снег, температура 0,2. Атмосферное давление в пределах нормы. 12 и 13 февраля ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ночные температуры составят минус 8, минус 10, дневные минус 1, минус 3. Ветер северо-западный умеренный. На этом у меня все. Желаем вам отличных выходных. С вами была Ольга Костина. До встречи на канале ТВЛ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова